Роналду Реал отказался продлевать его договор, посчитав, что 50 миллионов евро в год – слишком для 33-летней примы. Нэтье Роналду по поводу продажи Марата и Пепи привело к открытому конфликту в команде. В ответ на замечание Рамос заявил, что Криш просто нашел удобный предлог, чтобы прикрыть свои неудачи. Фанаты Реала занялись в сторону капитана, согласно опросу ЕС, две трети болельщиков выступили за уход Роналду грядущим летом. В предыдущие годы Роналду реагировал на критику хлесткой игрой, но начало этого сезона выдалось для Криша аномально плохим. Португалец вывел на пик удара из штрафной – 5,3 за игру, больше, чем когда-либо, но трансформировал их в голы удивительно редко. К правилу, Роналду реализует от 14% до 18% ударов, к концу ноября этот показатель составлял пугающий 1,8%. Чаще всего Зидана бросала в обморок реализация явных голевых моментов. Она всегда колеблется в районе от 40% до 50%, но по итогам первых 10 матчей Криша в Ла Лиге застыла на отметке в 15,3%. Вдобавок Роналду не забил ни одного мяча из неявных моментов, вердикт ужасен – Криш не пользуется шансами, которые ему создают партнеры, и сам не предлагает ничего, чтобы выйти из кризиса. Новая тактика соперников только усложнила Роналду жизнь. Ребята из Чанес Аналитикс подчитали, что в этом сезоне Криштиану наносят больше ударов под давлением, из-за чего сильно пострадало их качество. Ужасная форма Марселу и отсутствие Карвахаля тоже сыграли роль. Реалу дают реже контратаковать, а в позиционных атаках до Криша доставляют мяч именно фулбеки. Реализация ударов Роналду почему снова зажег вечный аргумент – Криштиану всегда плохо начинал сезон. На старте 2015-2016 Роналду забил всего один мяч в семи матчах Ла Лиги, на старте 2016-2017 отличился лишь двумя голами в шести турах. Сная об этом, Хуан Дерамос предположил, когда придет время по-настоящему важных матчей, Роналду разразится фирменным блеском. Прогноз бывшего кауча Реала отдавал адекватности сразу по двум причинам. Во-первых, Криштиану порол моменты только в Ла Лиге, его голы в Элче указывали на то, что Роналду жестко не везет внутри страны. Во-вторых, португалец по-прежнему открывается на уровне топа. Криш здорово предлагает себя в штрафной и хитро нарушает офсайдную ловушку, чтобы оказаться ближе к воротам в момент паса. Регресс не мог продолжаться вечно, поскольку качество моментов для Роналду не снизилось, статистика Криша естественным образом поперла вверх. В последних 11 матчах Ла Лиги реализация явных голевых Роналду составляет уже 56,2%, то есть не отклоняется от нормы, как это было на старте. Симу Криш забил уже 5 мячей из неявных моментов, к мбку он причастен, так же, как и партнеры. Хуан Дерамос был прав, к плей-офф Лиги чемпионов страйкер набрал отличную форму, Роналду вбил 3 мяча Парижу, и вновь поразил открываниями. Мишенью для убийств Криш выбрал язвимый левый фланг ПСЖ из этой зоны, португалец выдавал спринты к чужим воротам или пользовался могучим прыжком. Первый матч с ПСЖ, Роналду вылетает в контратаку с левого фланга Парижа, второй матч с ПСЖ. Роналду снова открывается на левом фланге Парижа и просит на вес Антуан Гризман, почему обделался на старте история преступлений Гриза почти не отличается от фейла Роналду. Если лагерь Криштиану только вбросил инфу о возвращении United, то Антуан реально был близок к переезду в Англию. Фанаты оценили благородный поступок Гризмана, страйкер остался только из-за трансферного бана на Атлетика, но его игра воплотилась в ядерный свист с трибун. После мадридского дерби Симеоне пришлось даже публично поддержать Антуана, но от дальнейшей обструкции это не спасло. Действия Гризмана доказывали, что он жалеет о сорвавшейся сделке. К концу ноября Антуан заработал больше желтых карточек, чем забил голов в четыре против два и был заменен в пяти матчах из четырнадцати. Полный провал, почему снова зажег поворотным моментом стал тот самый матч с Реалом. После умылых 0-0 Антуан пошел на сделку, клуб попросил больше не флиртовать с потенциальными покупателями, в ответ Симеоне поставил его в пару с другим нападающим. К тому моменту в состав, наконец, вернулся Кевин Гомейро, но для максимального исцеления французу понадобился Диего Коста. В схеме с двумя нападающими Гризман прибавил во всех компонентах, страйкер чаще касается мяча, выполняет больше передач на партнеров, чаще бьет и чаще создает моменты. Симеоне уверен, что так здорово на Антуана повлиял бешеный партнер по нападению. Гризман всегда много пахал для игрока его таланта, но теперь у француза больше возможностей блистать, Коста берет на себя всю грязную работу. Перед выездом к Барси Антуан закатил 7 мячей в двух матчах за последние 80 лет, никто из игроков Атлетика не оформлял 2 хатрика подряд. Гризман также стал вторым игроком из Ла Лиги, сделавшим дабл-дабл по голам и ассистом во всех турнирах в 18-10. Панчи с болельщиками еще в ходу Антуана. Субтитры делал DimaTorzok